Обманутые дольщики ждали решения, касающиеся отмены подоходного налога, налога НДФЛ, на объем компенсации, которую получают обманутые дольщики. Также хочу сказать о том, что выплаты уже производятся с 1 декабря, и по этой причине норма закона, которая нами была сегодня принята в третьем чтении, предполагает ее действие с 1 декабря, то есть имеет обратную силу. Это, как правило, беспрецедентно, потому что крайне редко такие решения принимаются, но сегодня мы такое решение приняли для того, чтобы еще раз сделать все для того, чтобы помочь людям, попавшим в беду, столкнувшимся с проблемами, которые просто-напросто где-то очень сильно отзываются на их судьбах. Кто-то взял кредиты, кто-то съехал на квартиру в ожидании нового жилья, взяли в долг. Ситуация тяжелейшая сложилась в ряде случаев, и мы, изучая вопрос вообще обманутых дольщиков, увидели, что где-то 74% обманутых дольщиков – это люди либо малообеспеченные, либо многодетные, ветераны. Ветераны труда и, конечно, наши решения, которые мы принимали буквально все эти последние три месяца, они направлены на то, чтобы защитить таких людей и через институты, созданные в рамках государственных структур, помочь им выйти из этого сложного, тяжелого положения, в котором они находились зачастую десятилетия. Поэтому наша задача – объединить усилия с региональными органами власти, с местными органами власти, сделать все, чтобы у нас как можно меньше было обманутых дольщиков уже в ближайшее время, но и затем решить эту проблему, и чтобы не было такого явления, как обманутые дольщики. Продолжение следует...